Христос воскресе, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, отец Назарий, Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломия и Иоанна. Этих женщин Церковь называет женами-мироносицами, и третья неделя после Пасхи посвящена как раз их памяти. Именно жены-мироносицы были удостойны чести первыми услышать от ангела весть о воскресшем Христе, несмотря на то, что были и другие одиннадцать апостолов, которые провели много времени рядом со Христом, но при этом именно жены-мироносицы были удостойны вот этой чести узнать о том, что Господь воскрес. Почему именно им Господь первым даровал такую радость и кем на самом деле были жены-мироносицы, об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем-клириком храма в честь Сретения Господня города Самары Иреем Павлом Куренковым. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте, отец Назарий. Христос воскресе. Воистинного воскресе. Отец Павел, расскажите нам, пожалуйста, если можно вкратце, кто такие жены-мироносицы, и почему Церковь установила вот на третьей неделе праздновать их память после Пасхи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем праздновать Пасху Господню. Пасха у нас будет длиться до самого ее отдания перед Вознесением, поэтому в течение этого срока мы можем друг друга присутствовать этими радостными словами «Христос воскресе». У нас с вами празднуется праздник, неделя святых жены-мироносиц. Она является третьим воскресением после Пасхи. Первое воскресение мы говорили, что Пасха Господня, второе воскресение Антипасха, и третье воскресение – это уже день святых жены-мироносиц. Мы знаем, что название мироносицы происходит от того действия, которое эти женщины должны были совершить. По еврейским традициям, по иудейским того времени, человек, который умирал, над ним должны были совершены определенные обряды, в том числе помазание миром. И мы с вами знаем, что страсть Христова, вот эта его казнь, она совершалась накануне практически субботы, и Христа должны были снять с креста и погребсти для того, чтобы уже в субботу этого уже ничего не делать. Потому что суббота – это день покоя. И суббота начиналась буквально с вечера. То есть нужно было Христа поспешно снять с креста и совершить над ним погребение. И те обряды, которые должны были совершены быть над умершим, они не были совершены. И вот эти женщины, жены мироносицы, они собирались пойти уже после субботы для того, чтобы совершить вот этот обряд помазания миром, которое полагалось. И самое интересное, что нас об этом вот как-то вдохновляет или вот даже умиляет, что немощная женщина, мы с вами знаем, что физически, ну, по большей части причина, что физически мужчины сильнее, чем женщины, а женщины, они чуть хрупче, чем мужчины. И вот эти хрупкие женщины, они идут ко гробу. Они даже не сдаются мысли, кто отвалит им камень от двери гроба. А ведь мы с вами знали, что погребение было в пещере и привален на огромный камень. Да, батюшка, вот поясните, пожалуйста, во-первых, что такое миро, что было понятно, то есть чем помазывали, и что за камень у гроба, потому что в представлении наших... Ну, традиции погребения, они разные, конечно. Да, вот батюшка, поясните, чтобы было понимание вообще, что происходило и что такое миро, и что за гроб был такой, и почему это пещера, и почему камень был. Ну, давайте обратимся к празднику Рождества Христова. Мы с вами знаем, что когда волхвы, древние мудрецы, пришли для того, чтобы поклониться Христу, их вела Господа-звезда, и они принесли дары. То есть мы с вами помним, что Христу подарили золото, ладан и смирну, то есть масло для погребения. И эти дары символизируют золото, как власть царя, ладан как священника, и смирно как человека, который тоже должен умереть. То есть понятно, что они, может быть, не четко осознавали, кому они совершат эти дары, но они понимали, что перед ними тоже человек. Да, они, может быть, не понимали, что как мы с вами исповедуем Христа, Бога-человеком, в равной степени и Богом, и после Рождества, после, вернее, Благовещения, когда Христос приходит в мир вполне себе и человеком, что он воспринял полностью себе человечество. И вот здесь, как раз, если обращаться к традициям погребения тогда, то в пещере выдавливалась такая ниша глубокая, и туда полагали усопшего, умершего. Его обвивали плащеницей и отдельным платом покрывали главу. И над ним совершалось определенное помазание. То есть помазание вот этим миром. И вот такие были традиции. А мир это что вообще, Бачка? Что это такое? Но подлинно понимать, что такое мир, и сравнивать с нашим, наверное, не совсем уместно, но все равно это благовонные масла, которые мы совершались, умазывались тела усопшего, для того, чтобы придать определенный чин погребения. И вот когда это все помазывали, человек оставался в огробе, и потом приваливали камень к гробу. А зачем камень приваливали? Ну, странный вопрос, зачем приваливали камень? Ну, как вот, зачем мы закапываем землей наших усопших? Ну, как чин определенного погребения. То есть вот было положено так, что полагали человека, и камнем приваливали вход, чтобы... Но камень, получается, несколько людей привалил, потому что камень тяжелый был. Ну, камень, естественно, был тяжелый. То есть вход в пещеру, да, конечно, это, может быть, не был входом, там, как у нас стандарты дверей, 210 на метр, да, там, по-разному. Вот, это у нас, как обычные двери в квартирах, да. Может быть, был поменьше, но все равно, представьте, огромный камень, который не может поднять даже один человек. И вот как раз совершалось погребение, и в течение года тела усопшего, ну, это вообще просто не про Христа, я имею в виду, что о традициях погребения, в течение года человек там лежал, и уже когда в жарком климате там тело истлевало, то это кости омывали и убирали там какую-то усыпальницу. То есть вот в таком плане было. И поэтому они не успели совершить то, что должны были совершить мироносицы, и вот они пошли для того, чтобы совершить. Кто же такие жены-мироносицы? Мы с вами знаем, что нам предание, то есть не все сказано, что о мироносицах находится в Писании, но и предание усваивает несколько жен-мироносицы. Говорятся о пресстой Богородице, то есть формально она не считается мироносицей, но она присутствовала, то есть она тоже и присутствовала при смерти спасителя на кресте, где происходит тот диалог между Христом и апостолом Иоанном Богословом, когда он веряет Богородицу Иоанну Богослову. Также мы с вами знаем, что одна из самых известных, это Мария Магдалина. Кстати, с ней связано то, что... Ну, это мироносица, по одним поверьям, что она была из тех блудниц, которых привели к Христу для того, чтобы вот иудеи блудниться, въятые при любодеянии, для того, чтобы убить камнями. Но это не совсем достоверное сведение, более такие достоверные сведения, что это женщина-еврейка, с которой Господь изгнал семь бесов. И об этом есть свидетельство с ученым Писанием. Дальше с Марией Магдалиной связаны такие события, как она... Ну, видимо, она была все равно женщиной какого-то важного происхождения, ведь предание нам сообщает, что она пошла к императору Тиверию для того, чтобы ему возвестить о воскресении Христа. И когда я ему возвестил, что Христос воскрес, он говорит, что это так же невозможно, как вот то яйцо, которое ты мне даешь, она к тому времени уже была бедна, но была вхожа, получается, во двор императора, что если вот это яйцо, которое ты держишь, что оно вот здесь станет красным, и яйцо покраснело. И вот благодаря вот этой мироносице у нас есть прекрасная традиция пасхального снятия, когда мы красим яйца как символ будущей жизни. Дальше. Следующая мироносица у нас с вами Марфа и Мария. Это сестры Лазаря, которые мы с вами воспоминаем воскресение Лазаря, когда Господь его воскрешает перед своими крестными страданиями. Вот Марфа и Мария как символ того, что в человеке сочетается и забота, да, в Марфе, Марфа больше заботлива, а Мария, которая больше избирает благую часть, которая именно служение, даже служение не в том, что что-то сделать, а находиться и слушать Спасителя. Дальше у нас с вами Иоанна. Это предание нам сообщает о том, что она была жена Хузы, а Хузы это был дом управитель царя Ирода, четверовластника. То есть она служила миссией Христа, даже материальным. То есть мы понимаем, что все равно, когда человек путешествует, ему нужна и одежда, и еда, и питье. И вот предание нам говорит, что как раз она служила от своих возможностей. Мария Клеопова, она была родственницей Спасителя. Вот Мария Иаковлева, которая была мамой апостола Иакова, есть сведения о том, что она младшая дочь Иосифа Обручника. То есть Иосиф Обручник, он до предстоит девок, с которой он был обручен, как нам сообщает в Писании, у него был брак, и от которых тоже были дети. И вот она по преданию сообщается, как его дочь. И Сусана, о которой нам сообщают, что она служила вот этой миссии Спасителя от своего имения. Поэтому есть, конечно, наверное, и другие жены, о которых ни предания, ни Писания не сообщают. Мы же с вами знаем, что за Христом многие люди ходили, многие служили ему. Может быть, были и другие жены, наверное, на сице. Отец Павел, а как вот относиться к тому, что в Евангелии мы видим, когда происходит страдание Христова, когда его берут и ведут к архиерею Каиафе, то ученики оставляют Христа, разбегаются, и далее, когда уже Христа распинают на кресте, мы видим, что апостолов нет рядом с ним. Только был единственный апостол, который стал у креста, это был апостол Анн Богослов, который уже позже пришел. Да. Но непрестанно были как раз-таки вот жены Миронойсты, преста Богородица. Там даже есть упоминание в Евангелии, что издалече смотрели жены о том, что вот происходило. То есть часть у креста, часть издалече наблюдали. Мы видим, что как раз-таки на гроб утром не побоялись и пошли женщины. То есть, казалось бы, апостолы, ближайшие ученики Христова, которые были все время рядом с ним, они тоже, не сказать, что они совсем струсили, потому что они не разбежались, каждый по своим городам, но все-таки по завету Христа остались в Иерусалиме, в одном месте в доме. Но тем не менее, как мы читаем в Евангелии, они запирались специально в дом, потому что боялись, что иудеи придут к ним, так как они были ученики Христова, и, значит, над ними тоже какую-то расправу проведут или что-либо сотворят. Но здесь мы видим, что апостолы сидят запертые в доме, а жены, не побоявшись, идут с утра на гроб. Опять же, мы знаем, что сами иудеи поставили стражу у гроба, чтобы, как по их слову, якобы ученики придут, украдут тело и скажут, что Христос воскрес. И будет лезть горшой первой. И несмотря на все это, эти женщины проявляют огромную преданность, серьезную преданность Христу, и большое мужество, если можно так сказать, и женщины, и проявляют мужество. Как вот, батюшка, как это понимать? С чем это связано? Потому что здесь вот мы даже, знаете, некую аналогию видим с нашим современным временем, современной историей, когда вот, да, тот же период советской истории, когда были гонения на христиан, и многие мужчины, они, ну, отпали просто от веры, они как-то вот пошли вот за той господствующей идеологией, которая находилась в то время. Но при этом женщины сохранили веру Христову. То есть несмотря вот на гонения в советское время, женщины тайком крестили там детей, внуков, молились. И даже сейчас в храмах, конечно, отчасти, где-то, может быть, местами это и разница, но все-таки в основе своей в храме пребывают именно женщины. То есть заходишь в храм, кругом в основном женщины, там может быть, ну, редко, но увидишь, что где-то иногда все-таки мужчины стоят молиться. Вот почему так? Почему вот в евангельской истории мы видим вот эту смелость Жон Мироносец и видим в нашей жизни, где же все мужчины тогда? Наверное, просто может быть по-разному устроены, эмоционально, морально, то есть женщины, они более чувственны, и они вот даже, ну, не знаю, насчет чувственности, можно будет взять аналогию с матерью, когда у матери рождается ребенок, да, и вот она всю свою заботу полагает на своего ребенка, да, даже, ну, даже если говорить в животном мире, да, когда мы смотрим про животных, передач, что там, неважно, львица там, или, может быть, там, какой-нибудь, там, сайгак, или там, слон, да, слониха там, они заботятся о своих детях, они вот как-то вот более чувственно, если говорить, вот как раз мама заботится о своем ребенке, то, безусловно, мы говорим о том, что, представь Богородица, она, для нее, вообще, вот эти страдания спасителя на кресте, для нее, это было просто, как Семен Богоприимец, говорит, оружием пройдет душу, вот, поэтому для нее, наверное, больше всего было пойти и совершить, и святые жены мироносятся, они, наверное, все равно, они не понимали, да, и в статической литературе тоже приводят эти моменты, что они не понимали, как так будет, вот, кто им, то есть, они не задавались даже этой какой-то мысли, что ли, как они пойдут, а ведь идти ночью, в сумерки, там, это еще ранние сумерки, это же опасно. Кстати, отец Павел, на самом деле, это хорошее сравнение, это даже вот с нашей жизнью, да, что, может быть, у женщины еще план до конца не созрел, но есть как бы цель, не вижу преград, и да, и тут появляется муж и говорит, куда ты пойдешь, сейчас уже вечер, а кто тебя откроет, а там некому было сказать, не все боялись. То есть мужчина сразу начнет кучу разных, скажем так, видеть обстоятельств, которые, да, будут тебе мешать, а женщина, нет, вот все, я вижу, я пойду и сделаю, то есть это вот, это даже как бы на бытовом уровне в нашей жизни проявляется. Мне кажется, даже в бытовом уровне, вот элементарная ситуация, я думаю, что, наверное, отец Назарь тоже с такой ситуацией сталкивался, идешь там из магазина, видишь старенькая бабушка, там сумка, тебе же рель, наверное, самой бабушки, и думаешь, бабушка, а как же ты собиралась, там живет на третьем этаже, как ты собиралась, там что, там вот сумку эту дотащить, ну, я надеюсь, Господь не оставит, кто-нибудь поможет, ну и как бы, когда у нас есть такая возможность совершить благое дело, это все равно для нас радость, там и человеку там помогаешь, думаешь, насколько человек там идет, то есть он понимает, что им нужно что-то сделать, и все равно делают, несмотря, ну, конечно, это можно сказать, условно говоря, условности, несмотря на те события, которые, то есть вот это не получится, вот это не получится, а как-нибудь получится, и вот они идут, то есть сейчас мы с вами живем в цивилизованном мире, когда на улице, ну, в вечернее время, конечно же, не так опасно, как в те времена было выходить, или раннее утреннее время, а тогда совсем было опасно ночью идти, вот они в сумерки идут, для того, чтобы совершить. Дальше, вторая ситуация, вот они придут к гробу, кто отвалит камень от двери гроба, как вот им пройти туда, тоже вопросы, и вот они приходят, и совершается вообще великое чудо, вот, великое чудо о том, что камень отвален, ангел Божий присутствует, и говорит, что вот вы ищете его, его тут нет, он воскрес измертвого, и вот если для нас апостола является апостола, а слово апостола, это тоже, как в некотором понимании, как и ангел в послании, кто и апостол, они являются посланниками проповеди, то для самих апостолов, апостолами были же на Мироносице, которые приходят и сообщают им, и вот ситуация, то есть Петр с Иоанном идут, да, вот Петр, он не успевает, он уже постарше Иоанна, да, в возрасте, Иоанн вообще бежит к гробу, чтобы вот это все увидеть, и вот Мария Магдалина в этом саду плачет, как вот такое происходит, и вот она видит Господа, и она не совсем понимает, кто перед ним находится, перед ней находится, да, она думает, что это садовник, и этот садовник, то есть тоже вот у нее какое-то непонимание происходит, или может быть, знаете, какая ситуация бывает, бывает человек, у него совершается что-то важное в его жизни, и он настолько боится это осознать, радостное событие, да, что он порой проходит, находится в состоянии какого-то шока, и вот она, Мария обращается к этому, к Господу, не понимает, что это Господь, что это как садовник, там, если ты взял его, скажи, пожалуйста, куда ты положил его, и он, и я возьму его, то есть она подумала, что может быть, вот в таком состоянии этого шока, вот этого непонимания, или вот шока от радости, ну, такого смешанного чувства, куда делся ее любимый учитель, и когда он и к ней обращается, что Мария, и она ему говорит, рави, то есть учитель, и она уже понимает, что на самом деле это Христос, и вот дальше такой диалог, что не прикасайся ко мне, ибо там я восхожу к отцу, моему отцу, вашему Богу, моему Богу вашему, то есть еще то совершение. Павел, я еще слышал такое интересное мнение, что именно женщинам Господь возвестил через ангела весть о воскресении, как раз таки, чтобы эта весть быстрее распространилась, то есть кому еще, как ты хочешь, чтобы информация, скажем так, быстро дошла до всех концов земли, передай эту информацию женщине, и весть сразу разойдется. Вот было тоже такое мнение. Ну, опасаясь того, что наша беседа пойдет слишком продолжительно, и не успея об этом сказать, позвольте сказать сейчас. В православии День Святых Женомироносиц является тем днем, когда мы особенно поздравляем наших женщин, да? А наши женщины-то кто? Это наша мама, прежде всего. Это наши сестры, это наши жены, это наши бабушки дорогие, это наши сестры во Христе. Поэтому с этой пасхальной радостью я вас, дорогие женщины, поздравляю. Вот. И говоря об этой ситуации, доподлинно я не могу сказать, кому это принадлежит, но насколько помню, что к Филарету Дроздову, к Владыке, подошли барыни и говорят, Владыка святый, а как же вот так? Почему Христос обратился именно, женщинам сообщил вот это, конечно. Ну, это упаси Господь, ни что, не хочу никого ни в чем упрекнуть, просто как бы вот сообщается такое, что Владыка сказал, но Христос зажнал женскую натуру, что они по натуре болтливы. И его весть о его воскресении быстрее разнесется. Но это же больше, конечно, как вот Владыка в этой ситуации ответил этим женщинам, потому что они подошли к нему. Как назидание. Да, это ситуативная ситуация. Но мы можем много говорить, почему, да? Почему ангелы возвестили пастухам о Рождестве Христовом? Почему произошло именно так, а не как иначе? Ну, здесь размышлять мы же не знаем все пути Господни. Наверное, потому что Господь так посчитал, что в этой ситуации, наверное, они были более к нему открыты, и они были более достойны. Хорошо. Это и весть о его славном воскресении. Отец Павел, а почему тогда у нас мужчин мало в храме? Почему мы видим преимущественно женщин в храме? Ну, наверное, может быть, тоже по-разному эмоционально, и вот в этом ключе мы устроены. Вот один из патриархов, Алексей I, он сказал, что церковь сохранили белые платочки. То есть он так иносказательно говорил, но, возможно, это сказал кто-то другой, но, скажем так, наш народный малавал усваивает ему вот эти слова, что церковь сохранили белые платочки. Многие наши бабушки, прабабушки, они, ну, может быть, даже у кого-то и прабабабушки, они сохранили веру Христова. Да, это, может быть, не была вера, понимание того, как вот человек догматично понимает веру, ведь церковь, она ориентируется на догматы святых отцов, да, вернее, догматы церкви, которые сформулированы отцами, руководительства Духом Святым на вселенских соборах, да, мы понимаем. Может быть, вера женщин в 20 веке, она была более простая, и не могла быть как-то богословски обословлена или объяснена, но они, как жены мироносицы, они видели ту самую цель сохранить веру. И благодаря им наши папы, наши мамы, которые в советское время были рождены, они были крещены. Да, может быть, они не были наставлены полностью в вере, но самое важное в том, что Бог есть, что если те ситуации, в которых ты оказываешься, и тебе некому помочь, то есть никогда не думай, что ты один или ты одна, помолись, Господь не оставит. Вот это самое дорогое, самое прекрасное как раз было донесено до наших поколений, наших родителей или наших бабушек, ведь мы с вами все люди разных возрастов, у кого-то бабушки, у кого-то прабабушки были верующими. Да, и многие люди сохраняли святые иконы. Каким образом? У кого-то они были там запрятны в шкафах, в селе моей бабушки, по маме на линии, у меня родители, бабушка Царство Небесное рассказывала, что икону большую храмовую, а храмы разрушались, семья сохранила таким чудесным образом, вот как есть стол с ножками, вот они перевернули икону таким образом и прикрутили к ней ножки, что это был обеденный стол. Да, может быть, в наше время сейчас поступать с иконой так вообще недостойно, но тогда была цель сохранить так. И ведь в советское время очень часто было так, что сосед закладывал у соседа, то есть доносил на него или соседка, или соседку. И по этим доносам приходили, искали икону, не могли ее найти. То есть веру сохраняли. Поэтому, ну, говорить, почему именно женщина, почему не мужчина, ну, если обратить внимание на наш месяц слов, который мы с вами, священники, открываем каждый раз, служа Божественной Литургией, и в момент Евхаристии происходит там поминание святых, то мы увидим не только много женщин, которые пострадали, но и много мужчин. И самое интересное, не только вообще духовенство, да, но много было эмирян, которые претерпели гонения и претерпели вот эту смерть во время вот 20-го столетия, да. Поэтому, может быть, в каких-то приходах мы видим больше женщин, в каких-то приходах мы больше видим, может быть, мужчин. Я служил в храме Средине Господне, и у нас Кошелев, то есть крутые крути, к район Кошелев проекта. У нас там люди живут различных возрастов, есть и люди преклонного возраста, есть и молодые. У нас в храм приходит Божьи меусти много мужчин. Это прекрасно и радостно видеть. И поэтому даже порой наблюдаешь так, что стоит мама, она стоит, например, в женской стороне храма, ну, условно, храм же, он делится на мужскую, на женскую сторону. Это не преследуется как-то вот именно жестко, да. Но бывает, смотришь, с одной стороны храм стоит мама, а с другой стороны ее сын. А сын уже, например, уже там лет 40. То есть мама еще там лет на 20-30 старше. То есть уже наблюдаешь поколение, как вот на самом деле, может быть, мама в чем-то послужила так, что ее сын пришел к Богу. Это же прекрасно. Отец Павел, если можно, у нас буквально тоже пару минут остается. Кратко, какой бы совет вы дали женщинам, если бы они хотели, чтобы их мужья или мужчины, неважно, может быть, сыновья там, мужья или еще кто-то из близких, пришли в храм вместе с ними. Какой бы совет вы им дали? Ну, у меня не такой колоссальный опыт, как у многих священников, у многих святых. Но хотелось бы сказать так, что не устраивайте, пожалуйста, дома православие строгого режима. Бывают такие ситуации, когда женщина по своей чувственности на первой приходит к Богу, и она пытается привести к Богу таким образом какого-то вот подставления других, что ли, подставления не в том, что она как-то вот им делает плохо, она по-своему начинает о них заботиться, да, вот начинается Великий пост, все, все постимся. А там неважно, хочет муж поститься, не хочет, и вот она пытается таким образом как бы вот подспудно его к вере подключить. Поэтому здесь, наверное, вот именно законами любви, там, я иду в воскресенье в храм, хочешь пойти со мной? Вот. А что ты в храм идешь? Вы ведь, знаете, частые запросы такие, а зачем ты идешь в храм? А ты что, нагрешила? То есть вот человек бывает в таком состоянии, что он думает, ну я вроде ничего такого не делаю, да, вот. А казалось бы, когда глубинно копаешься в тебе там, в своей душе, что вот порой мы с вами гордимся нашими хорошими делами, а святые люди, они что говорили? Они не то, что говорили, они стыдились своих добродетелей, потому что эти добродетели, они не хватали до того, милости Божьей. Поэтому здесь я, наверное, порекомендовал бы больше, наверное, законами любви, законами личного примера, да. Да, муж – это человек уже взрослый, сформировавшийся, а ваши дети, которому вы как дорогая мама можете на них повлиять, неплохо было бы на них повлиять. Приводите своих деток в нашу воскресную школу. Спасибо, Господи. Спасибо, отец Павел, за добрую беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангел всем хранителя с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok